Сразу проникнетесь моментом. В мире только три таких автомобиля. Один перед вами, а два за океаном. И да, он ржавый. Название машины длинное. 1926 Packard H-Series 236 Sport Phaeton. А проще Packard 8 серии. Он необычен в мелочах, но именно мелочи делают его уникальным. Но о них чуть позже. Напомню вам про фирму Packard. Компания появилась в 1890 году и производила лампочки. Поэтому название звучало Packard Electric Company. Первая же машина, построенная братьями Packard, была Packard серии А. И было это в 1899 году. Теперь перематываем славную историю вперед, упоминая, что Packard были одними из самых дорогих автомобилей в Америке. Они входили в состав американской тройки, но не той, что сегодня. 3P. Packard, Pierce Arrow и Perlis. Ну и еще. Машины Packard любили президенты, банкиры, императоры. Среди них Николай II и товарищ Сталин, которому совершенно случайно достался гараж царя-батюшки. Мотаем историю дальше. Прогремела Великая Депрессия, Первая мировая, у нас революция. Компания Packard стала терять клиентов. Выход из положения был один. Создать новый, быстрый, роскошный, но конкурентоспособный автомобиль. Середина двадцатых. Поиск новых форм и решений. В 1926 году был выпущен данный автомобиль. Но он является компиляцией лучших технических решений начала двадцатых. Давайте сразу к мотору. Рядная восьмерка. Мощностью 84 лошадиные силы. Сегодня это звучит смешно. А тогда это была мощь. Чугунный блок, алюминиевый картер и боковое расположение клапанов. Кстати, H стал первым американским автомобилем массового производства, оснащенный восьмицилиндровым двигателем. Надеюсь, вам стало понятно, почему в названии H или 8. Вот это карбюратор. Вот это произведение примитивнейших искусств. Вот это заслонка воздушная. В простонародье лопата. Имеет также механический привод. А снизу желоб. Туда капает излишки бензина, масла и на дорогу все. Э, экология. Из интересного и оригинального. Тут нет багажника, зато есть каретный чемодан. Это опция. Здесь могло стоять два запасных колеса, а могло ничего не стоять. Еще. Амортизаторы ленточного типа. Знаете, как рулетка работает? Реставраторы Камышмаша. Их разобрали, почистили, собрали. И теперь они, ну, работают. Это я завел часы. Ключ. Замок зажигания. Ключ поворачиваем. Включаем зажигание клавишей. И ногой давим на педальку. Шеф, мы выезжаем. Рессоры. Тогда ничего другого еще не было. Попытки были, а рессоры превалировали. Поэтому машина в движении степенная. Она поскрипывает деревянно-жестяным кузовом, как корабль. Хотя Паккорды всегда были кораблями-флагманами. И еще массовые тормоза на все колеса первыми стал ставить именно Паккорд. И знаете, тормоза работают очень неплохо, учитывая вес данного автомобиля. А я вам скажу, что грузовики Паккорд выпускались практически на той же базе, что и этот автомобиль. Я не знаю, какой разгон до 100 у этого автомобиля. Но то, что машина может ехать, это факт. 130 в час максимальный аппетит, 20 на 100 в легкую. 8 котлов – это мощь и сегодня. Хотя, как я говорил, двигатель больше грузовой. И звук, исходящий от него, характерен. Не, он реально валит. Этот ржавый чулан валит. Правда, поворотников нету, приходится ручки высовывать в окошко. Двойной выжим, двойной выжим. Поехали. Пониженная. Опа, есть. И каков звук. Шестерни сами себя съедают. То, что не смог сделать возраст, сделает Зинкевич. Все равно, на самом деле, если говорить об автомобилях вообще, этот мне нравится особенно. Правда, меня никто не видит, но все равно классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Компания шла по классическому американскому пути производства Основа всегда была шасси, то есть рама, мосты и двигатель с трансмиссией Ну и, конечно, капотная часть, это фирменный стиль А все остальное могли делать кузовные отелье В нашем случае это Пульман Да-да, именно тот Пульман, который делает роскошные мерседесы Именно из-за Пульман Кар Компани эта машина уникальна А теперь, почему машина так выглядит Реставраторы Камышмаш пошли на такой шаг осознанно Они сохранили облик автомобиля таким, каким он дожил до сегодняшнего дня В Америке подобные экземпляры называются барнфайдами То есть, простоявшие долгие годы заброшенным в гараже или сарае Но и сохранившиеся в первозданном виде, хотя и уставшим Многие деревянные элементы, которые вы не видите, новые Ходовая перебрана полностью Двигатель, коробка, электрика И даже кожа Но она подобрана и состарена так, чтобы выглядеть древней Да что я вам рассказываю, вот вам видео работы над машиной Если вы внимательные люди, то увидите, что местами даже окраска автомобиля сохранена оригинально То, что можно было спасти, спасли А что-то найдено на просторах барахолки или изготовлено с нуля Титаническая работа Изучать американские машины сложно Во-первых, там много производителей было и осталось К тому же, у каждого была своя система давать название моделям И чаще в названии упоминался тип кузова и количество горшков в моторе А бывала и длина самой машины Поэтому не пытайтесь понять Как и не пытайтесь понять, где тут привычные приборы Вот, скажем, спидометр Он барабанного типа Еще и в милях Как он работает, я не понимаю Но, надеюсь, не превышаю Или, скажем, температуру мотора увидеть А меж тем на капоте есть прицел на крышке радиатора И эта штука называется матометр Его производила фирма Бойса на Лонг-Айленде И такие штуки практически пропадают в 1927 году Так как изобретают нормальный температурный датчик Но есть какой-то кайф в этом датчике Нельзя сказать, что удобно, но атмосферно Все портится, сука, двойной выжим сцепления Полуторка лучшие годы Зато руль крутится намного легче, чем я его Чем я это ожидал И сам руль деревянный, одно удовольствие И два рычажка опережения зажигания И ручной газ Если вы думаете, что на этом уникальность экземпляра заканчивается, вы ошибаетесь Этот автомобиль был построен для того, чтобы им управлял хозяин, а не шофер Обратите внимание, как открываются двери И передние, и задние по ходу движения Уравнивая в комфорте и водителя, и пассажира Вы не видите, но сам кузов на 12 сантиметров уже и на 5 сантиметров ниже Это делает облик автомобиля более легким, более спортивным, более заниженным Но хочется поиграть с остеклением Видите, даже у пассажиров как будто есть свое лобовое стекло Ну не все так просто Надо ключиком ослабить крепление И тогда Хочешь боковые форточки пассажирам Всем Хочешь только задним уют создать Идея неплохая Ну какая-то не сильно функциональная А, вы послушайте, как дверки закрываются Тут даже есть резиновые ограничители Чтобы дверью не бахать Как в холодильнике Ну что ж, господа Товарищ На дворе 1917 год Смольный Ленину Революция была действительна Шутка Короче, сидеть здесь действительно классно Парусиновый тент Ну что может быть лучше? Кожаный диван Спереди Есть ящичек Для сигар А снизу Мини-бар В котором валяется кривой стартер Даже лампочки работают Подсветка Я, правда, не понимаю, что здесь подсвечивать Но просто для уюта Сесть с Фролайн Достать Карту Рейхстага Пустячок Ничего нету, действительно Но при этом все сделано очень классно Качество Здорово Опять же, что касаемо комфорта Он для всех членов экипажа практически одинаков Единственное, за рулем надо потеть Тогда это называлось Получать удовольствие от вождения Каждый пакард за плечами Имеет интересную историю Которую, увы, рассказывать нет смысла Потому что очень долго Я про машину-то не успел рассказать Но одно скажу Данный автомобиль прожил в одной семье 60 лет Остальное ищите в сети А охота продолжается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok